Перед началом неочередной сессии горсовета жители Аркадийского дворца собрались на митинг у стен мэрии. Люди пришли, чтобы выразить протест по поводу незаконных действий, которые позволяет себе городская власть, изымая незаконным путем паркинг. Напомним, неделю назад была попытка рейдерского захвата паркинга. Тогда самим жителям совместно с полицией удалось отстоять строение. Ситуация вокруг Аркадийского дворца достигла апогея. Жители возмущены бездействием городской власти, которая никак не реагирует на попытки рейдерского захвата паркинга. По словам местных жителей, компания, обслуживающая дом, в одностороннем порядке продала парковочные места и собирается начать строительство хостела в несколько этажей. Люди пришли заявить об угрозе их жизни, заявить о непонятном вообще происходящем как с их собственностью, так и с ними лично на территории Аркадийского дворца. Да, та ситуация, которая происходит сейчас в Одессе и в частности у жильцов Аркадийского дворца, это не просто нонсенс, это просто катастрофа какая-то для города, потому что врываются люди, как я и сказал, и с оружием в руках буквально отбирают все. И право жить, и право распоряжаться своим имуществом. Пытаемся остановить это незаконное строительство на нашей территории, нашего имущества, украденного у нас. Закончилось это, тянется это полгода. Сначала мы думали, все это мирным путем разрешится, писали заявления в Генпрокуратуру, в НАБУ, в местные органы власти. Мы хотим быть услышанными, хотим решать все в правовом поле мирным путем. Это бандиты, которые незаконным путем продали наш паркинг, сегодня собираются строиться. Сначала типа хоство. Мы боремся за свои права, и мы считаем, что мы правы в этой ситуации. Если там возвести хотя бы один этаж, во-первых, наш дом даст огромные трещины, он уже дал, поскольку там начинались работы этими людьми, которые захватили его. Вы показывали трещины, которые дали, обращались за ними, и как на это двигали? Никак. Нам вызывали тетушек, которые блокировали полностью весь двор. Мы боимся выходить во двор с детьми. Около 120 человек тетушек заблокировали наш двор. Вся эта ситуация с бездействием городских властей уже не удивляет. По-видимому, фирма-застройщик уже согласовала все коммерческие вопросы с властимущими в нашем городе. Поэтому и ведет себя настолько нагло. И несмотря на все последствия, которые могут случиться, начни строительство прямо на склоне, катастрофы не избежать. Но в мэрии совсем не думают ни о самой Одессе, ни о ее жителях. Им намного важнее распродать поскорее территорию побережья, набив себе карман. А что будет после, это уже не их проблемы.